В очередном своём видео Кристина нам опять показала эту несчастную губку для мытья посуды. Якобы ей её прислали, у меня такое впечатление, что ей её прислали для обзора. Стоимость этого несчастной губки 4 доллара, что реально как-то высоковато, я бы за неё больше доллара не дала. И она опять начала её рекламировать, говорит, какая она хорошая. Взяла вилку и начала тыкать этой несчастной губке в глазики, потом засунула эту вилку ей в ротик. Я вообще не понимаю, что она там пыталась этим сказать. Это что там, какой-то начальный курс садиста говорит, если вы в этой губке засунете вилку в глазики, то как бы так вы её лучше вымоете, а потом её засуньте в ей в ротик. Это типа она так работает, я не знаю. Либо ей сказали так рекламировать, либо она сама это придумала. Как-то вообще очень странные садистические какие-то движения она там проводила с этой несчастной губкой. Потом она собирается её там кому-то дарить. Я даже не представляю, кому можно это подарить. На Рождество кому-то подарить губку для мытья посуды, я не знаю. Как-то такой подарок вряд ли кто-нибудь такому подарку обрадуется. Она собирается дарить его мамой Хани, но пускай тогда подарит ещё там метлу ей, тряпку поломойную, ведро полы мыть. Ну а чё, всё хорошо, полный набор. Потом нам сообщалось, что мама Хани, которая, согласно Кристине, является грибницей, будет одарена брелком в виде гриба, он же нож и щёточка для очистки гриба, за девять долларов. Всё, конечно, ничего, но сама Кристина этот нож никак не могла открыть. Она его дёргала-дёргала, дёргала-дёргала, и она его вытащить не могла. Я даже не представляю, как старушечка, которой девяносто лет, попрётся в лес и будет там пытаться открыть этот несчастный нож. У неё там не хватит никакого терпения, чтобы его оттуда вытащить. Хоть она и говорит, что американцы не дарят хороших подарков друг другу. Так, Кристина, это полнейший чушь и бред. Конечно, американцы, которые бедные, они не дарят хороших подарков друг другу, как и любые бедные люди. У них просто денег нет. Но американцы, у которых достаточно средств, они дарят друг другу очень даже хорошие подарки. На Рождество и на день рождения. Просто ты никогда не жила с американцами, у которых есть деньги. Либо ты с ними жила, но в роли сиделки, там, уборщицы. А таким людям им как раз вот такие вот маленькие сувенирчики и дарят хозяева. Ножичек для грибов. Но вот по поводу губки и половой тряпки, вот в этом сомневаюсь. Мне кажется, даже никакой уборщицы не подарят половую тряпку или губку для мытья посуды. Потому что это просто-напросто, ну, унизительно, такой получить подарок. Ну, представляете, вы открываете свёрток, а там лежит какая-то, блин, половая тряпка. Поэтому тебе и кажется, что все американцы друг другу дарят вот такую вот чушь, которую ты собираешься дарить маму Хане. Потом тебе подарила дочка художницы фрукты из собственного сада и букетик цветочков. Ну, понимаешь, вот для сиделки это самое, что не на есть нормальный подарок. Вот крыточка, карточка из Старбакса, фрукты из собственного сада. Это нормально. Потом Кристина нам показывала, как она и Хане готовят. Ну, как они готовят? Там готовят Хане. Кристина меня всё больше и больше убеждает в том, что она никаким поварёнком в жизни никогда не работала. Либо она работала, может, каким-нибудь поварёнком в какой-нибудь, ну, очень-очень такой, я уж даже не знаю, какой столовке. Потому что она вот реально не умеет готовить. У неё нет даже таких вот базовых навыков человека, который готовит. Вот Хане, я сразу могу сказать, что он умеет готовить. Он знает, как готовить, как сочетать различные продукты, как сочетать там какие-то специи. Ну, худо, бедно, но знает. А ты, Кристина, не знаешь вообще даже этого. Ты назвала рыбу, которую вы готовили с Ханей, хеком. Говорит, это хек. Какой нафиг хек? Во-первых, это не хек, это трескат. Во-вторых, если ты такой поварёнок, то ты должна знать, что хек и трескат, они очень даже по вкусу отмечаются. И по виду они отмечаются. Какой же ты нафиг поварёнок-то? Потом она говорит, что... Ой, что-то мы тут в ресторан уходим, и еда очень солёная везде. Так, Кристина, опять же, если ты поварёнок, то ты должна знать, почему тебе попадается очень солёная еда в ресторанах. Это такой очень хороший знак о том, что продукты, из которых была приготовлена эта еда, не очень, скажем так, свежие. А соль, она всегда маскирует не очень хорошее качество продуктов. Вот если вам в ресторане принесут какое-то блюдо, которое, особенно рыбку, которое жутко солёное, там, жутко перчёное, или там, какими-то специями завалено. Ну, так и знайте, вам подают какую-то тухлятину. А ты, Кристина, должна это знать, как поварёнок, чё ж ты не знаешь-то?